5 сентября шел первый день уборки картошки вот на этой борозде у нас картошка наши дачные семена привозили предположительно это голландская картошка городские городские орловские семена предположительно это голландская картошка здесь росла рожь под зиму и потом она перепахивалась горе трактористом в общем суть в чем картошка есть вот она эта борозда практически вся это киви дальше пошла наша красная вот борозда здесь рожь не росла семена местные и как можно видеть это не картошка это орехи причем на этой борозде вот лежит картошка с двух борозд вот мы сейчас солнышко выкапывали сразу две борозды и складывали на одну можно видеть что картошки нету это не картошка и раньше мы честно даже вот к этому всему не наклонились бы чтобы собрать выбрать куром на смех даже и кур не покормишь земля у нас сухая абсолютно штык лопаты и глубже пыль нету влаги ничего нету даже это не земля это просто пыль сплошная пыль потому что она никакой структуры не имеет ничего здесь у нас как можно видеть один хрен рос до этого сажали картошку год и в следующий год сажали мы но вокруг вот они брошенные участки бурьян с которого летит и лезет сорняк вообще очень удивительная такая история что в принципе все выкапывали трактором но копать картошку начали где-то середине августа наверное ближе к концу и когда мы захотели выкопать картошку трактором то все трактора уже ушли под зиму ну то есть все их разобрали ради одних нас никто не стал ковыряться и слава богу потому что вот за это вот платить еще денег чтобы это выкопали это конечно нам очень крупно повезло рада сейчас мы будем сами ковыряться все таки лучше так чем за эти орехи что-то еще заплатить и так за первый день мы выкопали две с половиной борозды где-то так ну да из 8 борозд здесь у нас картошка которая росла после ржи и здесь она значительно лучше из сортов киви это вот это вот такая вот это киви всего половину борозды мы после ржи выкопали и вот красная это наша дачная голландская мы называем вот а здесь мелочь ну мелочь которая была с двух борозд по объему получилось одинаково что с двух борозд мелкой что вот нормальной картошки с половиной борозды но завтра будем еще копать картошка будет мыться все это уже будет завтра картошку в грядке где у меня росла картошка из семян и вот сразу чувствуется разница земли здесь у нас была но немножко замульчирована и я сюда кроликов вычищала в общем такая можно сказать компостная грядка здесь и овес прорастал случайно после кроликов в общем суть в чем здесь земля она вот структурированная не пыль и и порезали картошечку а вот сейчас не пыль и она холодная вот картошка из семян ей но времени не хватило первый опыт много это причем и семечка полностью от рассадным способом то есть картофеля много ему не хватило времени вся усыпанная все это пойдет на семена данный посадочный материал а потом я вам покажу какая земля у нас на поле какая там пыль в общем пришли мы конечно к выводу что надо делать такие грядки ну да закрывать мульчировать делать носить туда перехной в общем будем все это делать в будущем году а по этой картошке видно она он вся в цвету еще стоит что ей просто не хватило времени да и я рассаду немножко поздно посадила но вот она сильная какая сколько много было картофеля несмотря на то что тут и жук ее ел и порезала тоже и пырей забивал но картошечка выиграла выросла вот какая сухая земля здесь на поле даже лопата не лезет сплошная пыль второй штук если засунуть даже будет точно так же какая здесь будет картошка такая вот мелкая второй день выкопки картошки подошел концу мы сегодня выкопали две большие гряды всего у нас было 8 нам осталось еще три и немножко картошки возле дома картошка разная опять же где была рожь и хорошо пропахана там картошка хорошая крупная завязалась цветная капуста это лиловый шар цветная капуста фиолетовая нам скорее всего поздняя надо посмотреть что на этикеточки написано и есть белая цветная капуста на цветной капусты очень мало вот она белая вообще хорошая очень хорошая завязалась вот она опять этот лиловый и здесь также лиловый шар но с капустой беда потому что она у нас растет после горчицы а вон там вышли на прогулку птицы опять сбежали лишь бы к соседям с не ушли сыпется у нас яблоки такие крупные в этом году классные яблоки но дико сыпется яблоко очень очень много я не знаю просто ведрами выгребаем многие портятся не успеваем конечно их перерабатывать сейчас мы картошкой занялись я думаю сегодня мы закончим картошку там осталось пол борозды из восьми сегодня уже четвертый день все наше поле мы выкопали выкопали под лопатку оказалось это не таким страшным не так много на будущий год думаем сократить масштабы потому что вот эти четыре грядки которые у нас и первоначально были которые мы уже не первый год стараемся обрабатывать были урожайные тут и рожь до этого была с федератами в общем картошка здесь была хорошая но на одной грядке которая была плохо пропахана картошка была плохая потому что ну лопата даже не втыкалась настолько было не пропахана трактором тут еще трактор виноват вот эти грядки 4 борозды тут видно хрен растет во всем и на следующий год распахивать не будем не считаем нужным тратить свои силы и время потому что картошки с них не было вообще практически в два в три раза в меньше чем с наших хороших грядок да и плюс вот мы со всех сторон еще раз покажу зарастаем потому что здесь вот брошенные угодья в итоге на будущий год но картошки сажать будем столько же ну и распахивать как и в первый год потихонечку у нас идет уборка всего урожая сейчас осталось выкопать не совсем чуть-чуть картошки возле дома была у меня красиво замульчирована грядочка земляникой пока вот эти вот бестии рыжие все не перекопали вылазят на огород бесполезно загораживать лезут через виноград поверху и вот копают перекопали всю мою землянику съели всю мою ремонтантную землянику поели помидоры в общем одни убытки бедная земляничка мало того что здесь крот перекопал мало очень кустов осталось так еще и злостные птицы он откуда-то утки еще понабежали идут замечательно а вот мы копаем картошку возле дома но это самая крупная это прям вообще перерост какой-то хорошая картошка так же мы ей не заморачивались как и той чуть-чуть попололи да побрызгали в общем так вот он наш смехотворный урожай кукурузы в этом году который мы собрали с нашего огорода за огородом это все пойдет на корм птицы однозначно мы решили что там кукурузу сажать не будем свои силы тратить зря не будем потому что этот участок пололся постоянно все время и силы уходила на тот участок на свой огород не оставалось времени и получалось что этот зарастает и нашу огород у дома зарастает земля там не наша потому поэтому вкладывать до силы время да и какие-то материальные затраты смысла нету будем себе распахивать небольшой участочек пока если вдруг придем к тому что научимся на малых площадях выращивать урожай который нам будет хватать то постепенно будем отказываться от той земли уже точно там не будем сажать кукурузу не будем сажать там кабачки тыкву потому что не растет уменьшим площади картошки будем сажать корнеплоды потому что морковь свекла и свекла кормовая там хорошо растет за ней особо уход не нужен поэтому такие выводы мы сделали на будущий сезон так что если я в будущем году буду опять распахивать собираться распахивать огромный кусок остановите меня скажите что нет людо хватит тебе столько не надо потому что не успеваем хотела снять и все забывала у нас уличный помидор который вырос возле теплицы сам вообще отличный очень много на нем плодов отличный куст вырос помидорки мы едим их уже много посрывали надо его вот обрезать он все еще в цвету уже чтобы эти дозрели в общем классный помидор сам вырос но тут не мешается на тропинке так сказать вырос возле теплицы и вот из этой же серии 2 томат который вырос самосевом тоже едим вот уже в буреют плодики рядом с ним же растет в общем красота ох паразиты все мои черрики поели в наглую в наглую как так можно оставили меня без помидоров я им кукурузы дала кукуруза и мне интересно они черрики мои погрызли саша привез опилки ну так немножко на первое время на подстилку нам этого должно хватить надо будет прям сейчас постелить чтобы к осени подстилка начала уже работать вот такой свинарник у нас сейчас молодняка солома уже всю они работали сейчас засыплю поверх соломы опилки чистить уже до весны не буду потому что хочу чтобы подстилка заработала надеюсь все таки на горячую подстилку но посмотрим что у меня получится запах стоит изумительный опилки хвойные аромат вообще чудесный конечно не на долго у них здесь чистота потому что здесь сутки куры все-таки почище ну ничего потом все это пойдет на грядки будет такое удобрение два в одном то же самое сейчас буду делать с курятником хотя в курятнике довольно чище намного чище чем у молодняка то сейчас все засыплю опилками сюда наверно мешка 3 пойдет точно и течение зимы буду подсыпать а весной все уже на грядочку пойдет все и в курятник насыпала опилок привела в порядок там они сами разровняют как им надо любят меня копошиться в общем красота аромат стоит сама бы жила надеюсь моим курочкам понравится сегодня хотим заняться достройкой крольчатника сейчас вот у нас на таком этапе у нас тут утятники жили нужно будет снять сетку все это снять и доделать в принципе полторы стены и крышу строить крышу главный строитель уже забрался на свое сооружение что что ты скажешь ну и по традиции завершением трудовых будней у нас шашлык выкопали картошку почти построили сарай поэтому будем сейчас есть шашлыки шашлык от мира торга будем пробовать нам пришли гости индюшечки фу воняет от них конечно жесть вообще какие большие большие вон тот к нам хочет вообще прикольные птицы мясо сколько страшные мер нет по ходу дела они за моим сеном пришли любят они здесь у нас тусить какие здоровые начался наш сбор урожая картофеля немножко собрали мешки у нас не полные по два ведра мы набираем получилось у нас 12 мешков на еду ну и так еще немножко на семена и мелочь на пищу птицы картошку мы пока не убирали стоит она у нас в теплице мы ее все перебрали и на нас мытая будем в этом году хранить в погребе мытую картошку такой вот мы на еду отобрали а а и и Субтитры подогнал «Симон»